На какой стадии находится разработка генерального плана Севастополя, как будет выглядеть исторический центр города и какие преобразования ждут Матросский бульвар и Ушакову балку. Об этом говорим сегодня в программе «В контексте» с директором Департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя Александром Маложавенко. Здравствуйте. Здравствуйте. Почему неоднократно переносили сроки сдачи этого генерального плана и на какой стадии сейчас находится обсуждение документа? Вообще генеральный план достаточно сложный документ с точки зрения его разработки, потому что он должен учесть большое количество факторов. И понятно, что этот документ, несмотря на то, что он в каком-то смысле не такой детальный, как часто люди представляют, считая, что генеральный план – это документ, в котором они увидят свой собственный дом или все абсолютно улицы, он в общем-то достаточно такой, как бы это сказать, в общем-то в каком-то смысле прогнозный, в каком-то смысле такой ориентиры на будущее. Поэтому сейчас есть некие проблемы, связанные с его согласованием. Мы идем в соответствии с процедурами, которые прописаны в Гористоитном кодексе Российской Федерации, обязаны согласовать его с Министерством обороны, с Министерством культуры, с Министерством смен природы. И после получения всех этих согласований мы должны провести необходимое публичное слушание по всем муниципальным округам города Севастополя, получить предложение, либо там замечание граждан. После этого провести несколько ряд комиссий по определению включения и не включения этих предложений в генеральный план и утвердить этот генплан. Поэтому в общем-то мы идем по графику. Сейчас вот я как уже говорил, что есть вопросы, связанные с согласованием, мы их в рамках решения комиссии и в рамках решения, скажем, совещания между Минкультом и Минприродой решаем. Работа долгая, кропотливая, такая очень ответственная. Есть надежда, что в ближайшее время рассмотрим? Да, мы планируем. Сейчас есть определенный момент, связанный с тем, что пока у нас еще не утвержден закон о публичных слушаниях в городе Севастополе, это должна принять Дума. После того, как она его примет, мы начнем процедуры проведения публичных слушаний по всем муниципальным округам. После того, как они проведем, то есть процедурный вопрос мы должны выполнить, где-то ориентировочно к лету выйти на финишную прямую. Обсудим дальнейшую тему всяких границ территориальных. По определению границ между регионами Севастополя и Крым продолжается работать до сих пор. Насколько эти границы межрегиональные, указанные в кадастровой карте Украины и у Росреестра, насколько они отличаются друг от друга? Ну, понимаете, на самом деле есть много документов разных и различного качества, различной точности, которые говорят о границах. Мы придерживаемся того, что в 2015 году было два приказа Росреестра о установлении кадастровых кварталов, так называемый 91-й и 90-й квартал. Это квартал Севастополя и квартал Крыма. Но надо понимать, что это были предварительные границы, которые определили эти квартальные деления. Чтобы установить границу между городом Севастополем и Крымом, нужно провести работу, которая, в общем-то, понятно, стоит денег, нужно провести конкурс. Сейчас в рамках муниципальных контрактов у нас появились определенные суммы в рамках экономии проведения конкурсов. Поэтому мы планируем в ближайшее время, где-то в апреле месяце, начать процедуру новых торгов на проведение именно работ по установлению границ между Крымом и Севастополем. А совершится когда эта работа большая? Ну, там, понимаете, в общем-то, там самый сложный процесс согласования. Вы же понимаете, это уже на многих территориях, ну, по этой границе, которая предполагаемая, там уже есть оформленные земельные участки. И нужно согласовать, как со всеми муниципальными районами, те же там Ялтинским, Бахчестарайским районам, точно так же и с Севастополем. То есть это такая достаточно кропотливая и сложная работа. Поэтому, ну, к концу года мы планируем, что она будет сделана. Ну, главное, чтобы она действительно была сделана. Вот в 2014-2015 годах в городе была объявлена борьба с всевозможной там наружной рекламой. Как она сейчас идет, эта работа? Насколько успешно? Ну, я бы сказал, что, в общем-то, результаты, на мой взгляд, если люди, если там гражданин Севастополя пройдется по центральным улицам, вот, в центральной части города, то он видит, что достаточно большое количество и рекламы, и большое количество вывесок сейчас демонтировано, и оно заменяется новым. То есть у нас есть положение о требованиях к этим вывескам, где определены и размеры, и как они должны выглядеть, и как они должны размещаться. Поэтому эту работу департамент по архитектуре проводит. Если мы говорим о цифрах, то в течение прошлого года было вынесено 146 предписаний по демонтажу и демонтировано 635 рекламных конструкций. И 549 предписаний о демонтаже 1510 информационных конструкций. И начиная с 2017 года эти полномочия по демонтажу переходят в департамент архитектуры, нам выделяются бюджетные средства, и мы будем самостоятельно их демонтировать. В том случае, если владелец, так сказать, не предпринимает меры по их демонтажу. Если немножко отклониться от серьезных конструкций, билбордов, у которых можно хозяина найти, предписание выписать, то ваше мнение как севастопольца, что делать с расклещиками объявлений, вот этих мелких, за руку не поймаешь, когда они их клеят непонятно ночью. Вот с этим что делать? Только обращаться к сознательности самих горожан, потому что, ну, это понятно, что милиция может иногда выявить, может снять, будет департамент городского хозяйства, счищать их. Но другого, наверное, все-таки мы тоже должны понимать, и каждый должен, гражданин, понимать ответственность за состояние города. Не просто же кто-то за нас должен обязательно делать, мы должны сами понимать, что мы тоже участвуем, что это наш город, и мы должны соблюдать его в чистоте. Ну да, в конце концов, такой штамп, да, никто не отменял, что чисто там, где не мусорят, в общем-то, так что с объявлениями то же самое. Вот приведение в порядок фасадов исторических зданий в исторической части Севастополя. Ну, как бы частично я сказал уже об этом, да, что мы делаем, убираем, вот. Но я бы хотел сказать, что, конечно, вот несмотря на то, что департамент архитектуры называется департамент архитектуры, но когда мы говорим о центре города, это у нас есть такой приказ Минкульта, который говорит об историческом поселении, это находится, конечно, в компетенции Севнаследия. У них полномочия по надзору, по контролю за состоянием объектов культурного наследия, и в данном случае мы не можем вмешиваться в чужие полномочия. Это, конечно, надо пригласить руководителя Севнаследия, они вам детально расскажут, как они выдают документы на сохранение этих объектов. Вот гряду до благоустроительной работы в Ушаковой балке, да, когда они стартуют, как это все будет там проходить? Ну, надо сказать, да, мы провели конкурс на рабочую документацию, и надо сказать, что, в общем-то, проектировщики, на мой взгляд, достаточно правильно взяли направление на то, что работы в обязательном порядке должны быть публичные, чтобы максимально привлечь граждан к решению этого вопроса, потому что все-таки это территория, к которой прилегают крупные жилые массивы, и они являются рекреационной зоной для этих крупных массивов. И что самое положительное, что люди участвуют, мы уже проводили несколько совещаний как с проектировщиками, проектировщики встречались на месте с жителями, получили от них большое количество предложений, провели мы совещание и с Севнадзором, это тот, кто занимается контролем за природными ресурсами, потому что у нас Ушаков-Балка является особо охраняемой природной территории, частью ее. Поэтому мы говорим о том, что там не должно быть никаких крупных капитальных сооружений, но нужно благоустроить, надо сделать дорожки, надо сделать это удобным для мест отдыха и проведения времени севастопольцем. Я надеюсь, что когда уже очертания этой работы появятся, когда можно будет продемонстрировать, мы обязательно покажем гражданам, чтобы они увидели, что да, администрация заботится и думает о природном наследии, о том, чтобы это было комфортно и удобно для жителей. У всего есть черное и белое, есть люди, которые любят свой город, есть люди, которые вроде бы тоже его любят, но тем не менее не стесняются разбрасывать мусор. Патруль какой-то будет ходить, который будет следить за порядком? Вы знаете, что у нас есть где-то самое государственное бюджетное учреждение парка Исквера Севастополя, и в дальнейшем вся эта территория будет отдана в ведение государственного бюджетного учреждения, которое будет уже заниматься его содержанием. И будут выделяться финансовые средства на содержание таких парков. Я надеюсь, что там все будет в хорошем состоянии. Там же планируется в том числе и надо поставить туалеты, и восстановить и танцплощадку, восстановить и есть мысли сделать там нечто похожее сцены, либо летнего кинотеатра. Вот такие предложения есть. Это здорово. А вот скажите, пожалуйста, сориентируйте севастопольцев активных, с активной жизненной позицией. Где они могут высказать свое мнение, какие-то свои предложения, на каких площадках? Ну, как у любого проекта, ну, вы понимаете, я просто знаю, что разработчики выходили непосредственно, и было совещание непосредственно на территории. И даже мне приходилось, когда мы приезжали смотреть, предварительно эту вот ушаковую балку, то многие самостоятельно подходят. Ну, в общем-то, можно, скажем, свою позицию выражать. У нас же сейчас есть такой сайт «Айгражданин», где есть возможность выразить свои предложения или замечания. Мы обязаны на них отреагировать, то можно вот в таком режиме. А вообще, насколько действенно вот такое взаимодействие с севастопольцами власти и жителей города? Были какие-то стоящие идеи, предложенные жителями города? Ну, сейчас трудно сказать, что вот прям какая-то конкретная идея. Ну, вот о чем я говорил о ушаковой балке, на мой взгляд, это кажется правильным. То есть любые проекты, которые затрагивают общественные пространства, там, где есть территория притяжения общественных интересов, они обязательно в порядке должны обсуждаться. Потому что невозможно в такой ситуации, когда просто без ведомых граждан для них делается какое-то пространство. Ведь это всегда вопрос, что тот же архитектор или проектировщик, но у него есть свой круг интересов, свое представление о мире. Есть люди, которые живут рядом, у которых есть тоже свое. То есть надо найти эту точку согласия, и тогда результат будет положительным. Если же просто не вникать в интересы потребителя, вы не получите хорошего результата. Действительно так. Вот Матросский бульвар – еще одно любимое место севастопольцев, жителей города. Какие изменения ждут его? Что там предполагается разместить? Да, мы провели уже несколько свещаний, как выездных, были на месте, смотрели. Сейчас есть некие у нас проблемы, связанные с получением объективных сведений по наличию прав на этом территории. Вы знаете, на территории находится закрытый кафе, небольшой отдых. Там есть сгоревшие бильярдные в ужасном состоянии, в жутком, там остров стоит. Есть тоже в аварийном, на мой взгляд, состоянии летняя площадка. Мы сейчас провели совместно с Департаментом земельно-имущественных отношений анализ имущественных. То есть мы выяснили, что мы можем в ведении города находиться и летний кинотеатр. Что территориально мы можем практически всю территорию задействовать и заняться реконструкцией. Идея-то, в общем-то, максимально приблизить внешний вид этого матросского бульвара к тому, какой он был исторически изначально. И попытаться все-таки более активно выявить вот эту центральную ось между двумя памятниками, которые есть. Каким-то образом решить вопрос, связанный с возможностью прохода с матросского бульвара, не только снизу, а и с верхней площадки. Может быть, сделать пешеходную дорожку или, как сказать, путь вот с верхней части, мимо сгоревшего этого самого, сгоревшего бульвара. Мы встретились уже с владельцами. Там есть права и на земельный участок, и на объект. Они готовы участвовать в общем проекте. Они понимают значимость этого места. Поэтому сейчас пока это находится в стадии обсуждения. Как только будет более-менее регулировано все земельные мущества и отношения, и будет концепция, мы ее покажем обязательно севастопольцам для обсуждения. Ну вот на этой видеопрезентации, которая как раз сейчас сопровождала ваш ответ, получилось довольно уютное место. Там были фонтаны и стады. Да, там есть это решение по обновлению фонтана, потому что он вручен. Есть предложение для того, чтобы все-таки там тоже организовать, может быть, туалеты в нижней части. Есть такая возможность. Ну и как-то оживить, конечно, и реконструировать летний кинотеатр, который тоже могло быть, наверное, выполнять не только функции летнего кинотеатра, но, может быть, проведение каких-то других массовых мероприятий не обязательно только лишь по показ кино. Большое спасибо. Что ж, Севастополь ждут очень-таки позитивные изменения. В принципе, они уже начались. Это была программа «В контексте» с директором Департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя Александром Балажавенко обсуждали разработку генерального плана Севастополя. Далее в эфире увидите еще очень много интересного. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова